К нам на библейский портал «Икзегет» пришел сложный вопрос. Как пережить безответную любовь? Действительно, это очень тяжело. Душа болит, она жаждет единства с человеком, а человек не отвечает взаимностью. Это бывает очень тяжелый крест и очень тяжелые испытания от Господа. Но вот в книгах притчи Соломона есть такие удивительные слова. Он говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Понимаете, у вас будут и друзья, и у вас будет любимый, если вы будете искать не себе счастье, а учиться слушать другого человека. Вот и любовь супружеская, и любовь дружеская – это любови, которые начинаются с искусства выслушать другого человека. Вообще искусство дружить начинается с умения заткнуться. Просто заткнуться. Закрыть рот, перестать ожидать и требовать, менять и подгонять человека под свои представления о нем, и выслужить, а что ему нужно, что он ждет. Вот только человек, который это искусство освоил, только такой человек будет иметь друзей. Вот этот человек хочет быть счастлив. Я его люблю, значит, я сделаю его счастливым. Не вынь да положь мне такого человека, с которым я буду счастлив. А я умею служить, я умею выслушивать. Или не умею. Вот это очень тонкие настройки души, понимаете. И мужчине в женщине на самом деле больше всего надо вот этого, понимаете. Вот этого тепла и умения просто отогреть душу. Ну, хорошему, нормальному мужчине. Тому, с кем можно создавать семью. Поэтому учитесь вот этим тонким настройкам. Учитесь на друзьях, на подругах. И тогда больше возможности, что вас полюбят. И вообще, в любой ситуации, когда что-то не получается, конструктивный, то есть созидательный, то есть христианский подход, это искать, в чем я не прав. Или там, моя часть вины в чем, что я могу исправить. Это вот как раз путь покаянный. Да, какие мои ошибки? Господи, покажи, открой мне, что не так. И научи меня, как мне с этим справиться.